Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Джеке. Александр Иванович, добрый вечер, мы рады вас видеть. Давно не виделись, но у нас целый цикл планов лекций связан с искусством. Сегодня у нас тема искусство неолита, насколько я понял. Ну, давайте назовем его искусство неолита или палеолита или еще как-нибудь. Здравствуйте, я всех приветствую, друзья. В наше нелегкое время тотальной лжи и дезинформации, ну, давайте отвлечемся, сделаем, как бы это сказать, перерыв на что-то такое, что не подвержено ни лжи, ни дезинформации, потому что самое, видимо, правдивое, но одна из самых правдивых вещей, которые есть на свете, это искусство. Оно для глаз, вот как бы это то место, где трудно обмануть и где, главное, что оно часто не преследует вообще никаких целей, кроме цели передачи информации о том, какова жизнь, как она устроена, как мы ее видим, как мы ее воспринимаем и, ну, посмотрим, как у нас пойдут наши дальнейшие шаги, в какую сторону нас уведет, но пока что я подготовил небольшую презентацию, я с вашего разрешения тогда перейду на, сразу, не будем терять время, перейду на картинки, вот, и, и тогда я постараюсь как-то, наверное, ну, достаточно спокойно, без каких-то там драматизмов, аккуратненько рассказать свое видение, ну, даже можете считать так, я, на самом деле, являюсь профессиональным преподавателем, как это ни странно звучит, я с 2000 года преподаю дизайн, сейчас вы в школе экономики, в школе дизайна, заведую кафедрой дизайна среды, занимаюсь чуть-чуть не этим, мы занимаемся там проектированием всякого рода пространств, а это моя личная такая, ну, наблюдение за искусством, за жизнью и вот то, как это у меня складывается в голове, я надеюсь поделиться этим с вами, и, может быть, вам это будет интересно. А можно развернуть презентацию во весь экран? А я не развернул, развернусь, я поставил в полный экран, нет? У меня она на полном экране, у вас нет? Ну, давай так. Ну, у меня полный, я сейчас могу еще раз, ну, у меня фуллскрин, я никак больше его не могу сделать. Вот, ну, мы так условились, что мы поговорим об искусстве неолита или палеолита, я плохо разбираюсь в датировках, меня больше интересуют, конечно, изображения, чем их датировки, тем более, что датировки до такой степени расплывчат и условны, что ни один человек, у которого есть хоть капля здравого смысла, не скажет, что это было нарисовано вот ровно там 20 тысяч 58 лет назад, никто не знает. Вот есть пещеры, у них есть изображения, которые датируются приблизительно, ну, там, 10 тысяч лет до Рождества Христова, скажем так. Это достаточно давно, мы не представляем себе, как тогда люди жили. Что в этих изображениях удивительно? Они очень точно изображают то, что видели люди, причем в данном случае животные, олени, изображены гораздо точнее, чем сами люди. Люди – это некие условности, они скорее символы, буковки, а вот олени нарисованы фантастически точно, это практически их такие как бы пропорциональные в движении и так далее изображения, которые очень близки к фотографиям, я потом покажу это и подтвержу. Вот это пещера Лос-Кабалос в Испании. Вот, я переключу еще на одну картинку, чтобы поближе рассмотреть. Здесь чуть-чуть по-другому нарисовано, это другая пещера, Кова-де-Сморо, Испания. Время, опять же, мы не знаем, какое и когда оно было, но если мы посмотрим на то, что здесь нарисовано, то мы увидим, что здесь есть очень симпатичные девушки, красивые олени и всякое такое. Девушки стоят возле убитого оленя, в нем торчит стрела, кругом другие олени. И, в общем-то, это тот мир, который окружал людей в то время. И, честно говоря, это все, что мы знаем о тех людях. Вот есть археология, есть археологические какие-то находки, есть какие-то наконечники стрел, есть какие-то обгорелые, значит, очаги, где накоплено какое-то количество пепла, есть какие-то захоронения, какие-то украшения. И все, письменных источников нет, мы не знаем ничего, кроме этого. Это самый достоверный, самый точный источник информации о том, как жили люди тогда, что они видели, и, ну, что их окружало и какими они были. Вот сблизи, это пещера Альтамира, тоже Испания, в Тенерифе, по-моему, находится. Вот тут нарисован бизон. Но это опять те же самые 10, наверное, тысяч лет до нашей эры. И точность изображения этого животного при абсолютно минимальных изобразительных средствах. То есть тут используется только пятно, которое чуть-чуть как бы прорисовывается, чуть-чуть процарапывается как каким-то линейным рисунком. И этот прием живет до наших дней. Ничего нового с тех пор изобретено не было. Мне одна женщина, с которой я недавно говорил по поводу этой пещеры, рассказала удивительную вещь. Она была там внутри сама и говорит, вы не понимаете, что когда вы смотрите на эти изображения, вы не видите их трехмерности. А на самом деле, ну тут это читается, на самом деле, как бы некие особенности рельефа вот этого самого бизона, они заимствованы из камня. То есть это полурельеф. По всей вероятности, человек, который рисовал его, сначала смотрел на стену и в игре светотени на поверхности этой стены находил что-то похожее на очертание того, что он хотел нарисовать, и дальше рисовал поверх этого. Ну там, таким способом пользуются художники до нашего времени. Вот. Что-то у меня зависло. Так, не могу переключить. Сейчас одну секундочку. Так, вот еще одно изображение. Тоже бизон оттуда же. Видно, что он похож на человека. У него борода. У него такое странное выражение лица. И вот то, с чего это было нарисовано. Вот, что я хотел показать, что, в принципе, когда мы рисуем что-то, когда человек изображает первичное, первое, что он видит, он видит пятно. Так устроено наше зрение. Мы потом еще на этом остановимся. Мы видим сначала пятно. Это первое, что мы видим. Потом мы видим прорисовку этого пятна. Если вы видите, что здесь как бы все основные элементы, вот граница, значит, ребер и там, где живот висит, вот эта вот борода, вот такое вот человеческое выражение лица, все это абсолютно точно передано на этой картинке. При том, что это изображение практически не имеет никаких светотеней, оно не имеет проработки, и оно, в общем-то, достаточно условное. Это полузнак. Но нарисовано это с потрясающей точностью и с удивительным знанием дела. Теперь по поводу пятна. Вот эта фотография. То есть, если мы, например, говорим о том, что такое реализм, в нашем как бы обыденном сознании реализмом считается нечто, что похоже на фотографическое изображение. Но эти сами фотографические изображения бывают разные. Это самая настоящая фотография на контур-ажуре против света. Никакой проработки внутри формы, нет только ее пятно, только ее детализация. Детализация отсутствует. Детализация идет вот здесь вот по кустикам, где-то вот маленькие такие вещи. Это реальная как бы... А поскольку фотография – это не что иное, как фиксирование того, что мы видим, мы, когда смотрим против света на что-то, или когда мы смотрим на тень, мы видим так. Но при этом мы четко обозначаем и видим то, что мы видим. Это бык испанский. Я вот сейчас прошу вот вашего внимания, посмотрите, это вот на вот эту вот впадину. Там, где у него кончается череп, дальше начинается холка. Между черепом и холкой есть вот такая вот впадина. Потом я покажу рисунки Пикассо, которые очень точно фиксируют вот эту самую впадину. Значит, в Испании на дорогах, я там никогда не был, но знаю об этом, стоят рекламы какого-то испанского алкогольного напитка, забыл, как он называется. Когда-то их поставили в качестве просто рекламной кампании, таких быков. Какой-то то ли кальвадес, то ли еще чего-то. Очень какой-то крепкий алкогольный испанский напиток. Но испанцам так понравились эти быки, что они попросили их оставить. Они как бы стали таким вот символом Испании. То есть вот он, этот самый силуэт, вот это самое пятно, которое стоит на дороге, значит, в качестве символа. И прекрасно распознается как бык, который стоит и смотрит на нас. А вот это рисунок Пабло Пикассо. Вот обратите внимание на вот эту вот выемку между черепом и холкой. Пикассо создал большое количество рисунков. Он ходил на корриду. Вообще тогда многие ходили. И Хемингуэй ходил. Про это там написаны целые книги у Хемингуэя. Все такое. Зрелище не для слабонервных. Я там никогда не был и не пойду. Я как бы стою на стороне быков и так далее. Но они воспринимали жизнь по-другому. И ходили, смотрели. И вот этот способ рисунка, способ рисования, он ничем не отличается от того, что было нарисовано на политических картинах в пещерах испанских 10-12 тысяч лет назад до того, как Павло Пикассо рисовал тушью на бумаге то ли по воспоминаниям, то ли сидя прямо на стадионе, на арене в Кариде, смотря Кариду. Вот это вот дело. Это рисунок, который не подразумевает никакой детализации, никакой проработки, потому что это рисунок мгновений происходящих и сменяющих одно другое с невероятной скоростью. Никаким другим образом, кроме как фотографически, нарисовать это нельзя. Нельзя. Психология нашего восприятия такова, что если мы сфотографируем эту вещь на фотоаппарат с хорошей резолюцией, там будет все там, и песок там будет, и там складки на плаще будут, и шерсть на быке там будет видна. Вот это количество дополнительных элементов, которыми будет насыщена фотография, будут на самом деле отвлекать нас от сути того, что там происходит. А происходит там постоянное изменяющееся движение одушевленных существ, быка, лошади, людей, зрителей, находящихся в каком-то взаимодействии. И вот передать это взаимодействие наиболее точно, пожалуй, что может только вот такого рода палеолитический рисунок. Вот, пожалуйста, здесь чуть-чуть более легкая краска, и тут появились какие-то небольшие намеки на полутень, небольшие намеки на какие-то пятна на коне там. Но в целом это такой же точно палеолит. Поэтому я вот в прошлый раз сказал, что нету современного искусства. И я именно это имел в виду. Оно, как бы искусство, это всего-навсего способ передачи информации. И если мы пользуемся теми же самыми инструментами, которыми пользовались художники 12 тысяч лет назад, то и хотим передать то же самое, у нас и получается то же самое. То есть это самое настоящее искусство палеолита. Вот, пожалуйста, это линогравюра. То есть это более медленный рисунок. Тут сразу видно, что здесь это уже сделано не мгновенно, но суть передается, опять же, это суть, которая передает знаки, значения. Это то, что потом превратилось в буквы. И это тот самый момент перехода изображения из того, что мы видим глазами, в то, что мы потом должны описать. И это мы можем описать сначала знаком, потом перейти в буквы. Мы это потом увидим. И вот, пожалуйста, это знаменитая серия Пикассо. Я как-то привык его называть Пикассо. В наше время говорили Пикассо, сейчас говорят Пикассо. Он как испанец может быть Пикассо, конечно. Это такой анализ формы быка. То есть начиная с такой тяжелой реалистической манеры изображенный там бык. И как по-разному можно его изображать, и как эта форма трансформируется в некий знак. И этот знак, в конце концов, трансформируется в подпись. Вот это то, что называется трансформация, изменение формы. И это практически учебное пособие по тому, как художники в 20 веке пытались понять устройство формы. И, возможно, как это ни странно, они неожиданно поняли устройство души. То есть я бы так сказал, что вот в этом вот быке заключается вот такая вот душа, которая на самом деле, она не является всем этим телом быка, но она является вот той самой двигающей, вот эту махину, двигающей силой жизни, которая оживляет вот эту вот огромную душу. И вот, собственно говоря, один из знаменитых рисунков из этой же серии «Коррида», где изображение, оно потихонечку переходит в то, чем оно является на самом деле. Оно является пятном. Такой художник был Рене Магрид, который как-то нарисовал трубку и подписал «Это не трубка». Трубку он нарисовал достаточно реалистично. Подпись на самом деле всех вводит в такое странное недоумение, но ведь на самом-то деле это не трубка, это холст и масло, которое краска намазана на холст. То есть на самом деле мы здесь видим вот эту вот самую условность, которая превращает изображение в рассказ. В принципе, это всего-навсего три пятна. Но мы одно пятно идентифицируем, определяем как прыгающего быка, другое пятно мы определяем как тень под этим быком, а третье пятно мы определяем как Матадора с двумя саблей, с его сложенной, как она называется, вещь, тряпкой красной, которая этого быка привлекает. И вот оно, это пятно. Это пятно краски, если бы оно было красным, оно было бы пятном крови. Поскольку до того изображена соединение той картинки и этой картинки создает драматический эффект. Это тоже способ искусства рассказывать что-то, опираясь на то, что называется по-английски after image, а по-русски называется, не знаю как, это то изображение, которое осталось в глазах после того, как сам изображаемый предмет пропал. На этом основаны действия кино, там, когда один кадр меняется, другой мы видим движение. Но если мы не видим движение, мы посмотрели сначала на одну вещь, а потом на другую, то отпечаток предыдущего изображения срабатывает вместе с тем изображением, которое мы видим. И вот это вот эффект, который добавляет что-то к предыдущей картинке, но при этом это пятно. А как пятно, оно абстрактно. Как абстракция, мы не понимаем, что это такое. Но хитрые психиатры придумали так называемые пятна Роршерха. Они взяли это пятно и его отпечатали на другой стороне бумажки. И получилась симметрия. А как только получается симметрия, мы сразу начинаем распознавать что-то запрограммированное. Вообще, в принципе, это тоже удивительный эффект, потому что симметрия – это то, на чем построен космос. И поскольку по одному из, по-моему, первое правило Гермеса Трисмегиста – то, что наверху, то и внизу, когда мы видим такую вещь, в нас немедленно включается эффект узнавания. Симметрия – ага, значит, это что-то значит. Дальше мы начинаем смотреть на эту вещь, и дальше мы можем видеть здесь одно, другое, третье. Люди видят в этом разное. Но начиная от самого простого – это бабочка, и кончая чем-то более сложным, о чем мы сейчас говорить не будем, но это воздействие пятна. И это тоже пятно. Был такой художник Петр Митурич. Он жил в начале 20 века и дружил с председателем земного шара поэтом Велимиром Хлебниковым. Известен был своей вот этой черно-белой графикой, которая очень похожа на то, что рисовал Пикассо, только здесь другой предмет изображения. Предмет изображения – подмосковная природа, которая немедленно узнается нами. Зима, сосны, какие-то избы, хотя на самом деле это всего-навсего пятно. тут практически ничего не нарисовано. Здесь практически нету никаких деталей. Тут есть только силуэт. Вот еще один рисунок 1925 года. Зимний пейзаж, заборы, все как сейчас, ничего не поменялось. У меня вот точно такой же забор. Выпал снег. На самом деле это всего-навсего черная тушь на бумаге и всего-навсего пятна, которые своей формой напоминают нам о том, что мы видим. Это рассказ при помощи совершенно минималистического приема, который при этом передает всю полноту информации. Все то, что мы хотим сказать об этом, здесь сказано. с удивительной точностью. И это тот же самый палеолит. Это тоже палеолитическое искусство. Оно используется теми же самыми приемами, которыми пользовались художники на стенах пещер. Когда Велимир Хлебников вернулся из своих путешествий по Туркестану, он приехал в гости к Петру Митуричу, заболел и умер. 27 июля 1922 года. 28 июля 1922 года Петр Митурич нарисовал вот эту картинку, этот рисунок, подписан на первый председатель земного шара Велимир Хлебников. Это вполне себе реалистический святотень рисунок. Но до того, в день, когда умер Хлебников, он нарисовал вот этот рисунок, который называется Велимир Хлебников «Да». Насколько я понимаю, это было последнее слово, которое сказал Хлебников. И вот этот рисунок, который опять же является просто пятном с небольшим количеством линий, он абсолютно удивительно передает ту информацию, которую хотел передать Митурич. И я думаю, что никакая фотография не передала бы это лучше, тем более, что фотография мертвого человека это всегда как-то очень как-то неправильно. А вот этот рисунок, он удивителен по своей реалистичности. И вот, пожалуйста, наш дорогой Александр Сергеевич Пушкин. Тот же самый прием, это тот же самый палеолит, это тот же самый мгновенный рисунок передачи формы, настроения, практически это портрет души. Удивительно, что Пушкин себя в профиле никогда и не видел, но прекрасно рисовал. Тоже очень интересная вещь, как художники в принципе знают, как они выглядят в профиле, они в принципе видят, конечно, мир со стороны. Вот портрет Пушкина, автопортрет в виде Дон Кихота. И я думаю, что если бы мы эту картинку поместили на стену в любой из этих самых пещер, она бы там была как родная. Ну и в честь Александра Сергеевича я просто подобрал вазу греческую с пегасом и в принципе здесь использован абсолютно тот же самый полиэлитический прием рисования, то же самое пятно с небольшой линейной прорисовкой, ну там добавилось какой-то орнамент и все такое, но сам этот пегасик, он опять же может жить на той же самой пещерной стене. Ну и туда же добавим до кучи китайскую провязную графику, которая вырезана из бумажки. Вот, очень красиво, но суть-то от этого не меняется. А это всеми нами узнаваемый все еще нами уже, я думаю, что молодежь этого не узнает, но товарищ Горький, значит, такая Елизавета Кругликова, которая была специалистом по силуэтам, вообще искусство силуэтов в начале 20 века было очень развито, сидели возле кинотеатров какие-то люди на стульчиках и с черной бумажки ножницами очень быстро рисовали, вырезали портреты и этим зарабатывали все на жизнь. И опять же, что я хочу сказать, что здесь есть пятно и больше ничего. И вот это еще одно знаменитое пятно, на котором тоже нет больше ничего, черный квадрат, 1917 год, лежит в той же самой линейке, которую мы сейчас рассматривали. А вслед за черным квадратом, вот она, значит, собственно говоря, ничего нового в черном квадрате не было. У Малевича есть картина под названием Красный Крест, вот она, эта картина, вот черный круг, пожалуйста. То есть, в принципе, сигнальная система существует с очень давних времен, и она-то, собственно говоря, как раз основана на той особенности нашего восприятия, когда нужно немедленно передать информацию без ничего лишнего. Вот из этого вышла знаковая система вот такого рода. Это силуэты кораблей Черноморского флота на 1941 год советского. Вот эти силуэты кораблей, они на самом деле являются тем же самым, чем являются олени на скальных рисунках, потому что капитаны должны были издалека по силуэту распознавать корабль, который они видят. И они их знали наизусть. Это было абсолютно необходимо для них путешествовать тогда без спутниковых навигационных систем, без всего. Это все было в визуальном контакте, они определяли, что за корабль перед ними. Такие же точно определители для самолетов. Вот, а теперь мы вернемся к нам в Сибирь. Сибирские петроглифы, они ничем не хуже испанских. И вот, пожалуйста, некое существо, нарисованное на стене пещеры в Алтайском крае, распознать это существо нелегко. Оно, если на него смотреть, в принципе, похоже на это самое пятно роршаха. Это вообще удивительное рассматривание, и, конечно, эти картинки, ну, по большому счету, люди не видят, потому что они на них не смотрят. На это надо смотреть долго, и тогда здесь можно ничего найти. Вот тут есть кентавр, вот я его показываю. Существо на четырех ногах, но с человеческим верхом. Кентавр, который, на самом деле, принадлежит как бы греческой мифологии. А это 10 тысяч лет назад Алтай. Здесь есть некое существо, какой-то человека, бык, у которого при этом есть руки с пальцами, у которого изо рта растет дерево, то ли он его ест, то ли он взял дерево и ест его вместе с корнями. При этом у него хвост похож, с одной стороны, тоже на дерево, а с другой стороны, он похож на птицу, которая кусает этого оленя за хвост. И такого рода изображения с одной стороны, очень далек от реализма, а с другой стороны, с удивительной точностью описывающие анатомические особенности, то есть скорее это пропорционально расположенная схема, то есть вот у него есть борода в виде трех таких вот линий, вот у него есть усы, ноздри, складки над носом, у него видимо даже обозначены почки, я не знаю, что это такое, и шерсть, которая растет на гриве, и огромное количество каких-то вещей вокруг. Вот еще один рисунок из Сибири, который изображает охоту, и этот рисунок скорее уже приближается к повествованию близкому к близкому к письменности, потому что здесь уже обозначаются знаки, во-первых, тут есть олени, на них охотятся люди, кидают в них стрелы, стреляют они из лука, но при этом видимо на снегу или на чем-то есть следы от оленей, раздвоенные, они точно это следы от оленей, а здесь идут следы от людей, то есть тут нарисована карта боевых действий, как двигаются вот эти самые люди, значит один пошел сюда, другой обошел с этой стороны, и вот они поймают трех оленей, это начинается уже повествование, а тут кстати какой-то человек, ребенок лежит, но это не собственно камень, это камня уже срисовано, и вот таким образом из вот этого всего у нас стала зарождаться письменность, которая стала переводить изображение в узнаваемые звуки, клинописная табличка между речью, дальше всем нам хорошо известная клинопись Египта, где уже есть слова и иероглифы, но при этом они еще не перестали быть картинками, не перестали быть изображениями, но изображения все больше и больше схематизируются, вот тут стоит вспомнить Пикассо с его быком, и вот собственно говоря Альберто Джакометти швейцарский скульптор середины двадцатого века скульптура собаки это скульптура, но на самом деле это то же самое, что рисунок Пикассо и когда Джакометти делал эту собаку, он не имел в виду сделать значит портрет Сеттера дай друг на память лапу мне он имел в виду сделать душу собаки идущей по следу причем если издалека сфотографировать эту собаку против света она так и будет выглядеть это один из способов реалистического изображения только которое подразумевает определенные фазы реальности определенные стадии этой реальности и вот это еще один пример полиолитического искусства в скульптуре которое было сделано лет 80 назад и последнюю картинку которую я сюда подобрал в этот странный набор рисунков это Пауль Клея тоже швейцарский художник начало 20 века называется Мудрость рыб это нарисовано уже в наше время но суть этого рисунка его философия то что хочет человек передать когда рисует этот рисунок когда он собирает определенные знаки эти знаки что-то значат причем трудно понять что они значат потому что очень часто художники когда рисуют свои картины они не руководствуются левым полушарием они не руководствуются принципами логики они руководствуются скорее принципами такими которые мы видим в своих сновидениях когда снится сон и человек попадает в некую реальность которая не вполне соответствует той в которой мы живем в своей повседневности но при этом та реальность тоже реальность мы проживаем достаточно большую часть жизни во сне и реальность сна. Мы потом, я думаю, что сделаем цикл про сюрреализм и что это такое. Не цикл, а передачу. Но вот этот момент создания какой-то картины, на которую нельзя смотреть логически. Ее надо смотреть глазами сна. Тогда она может передать что-то такое, чего нельзя в ней увидеть, рассматривая ее просто обычными дневными глазами. И это тот же самый принцип, с которого мы начали. И это та же самая полиоритическая живопись, которая была в начале этой самой презентации. Ну и для, наверное, для того, чтобы было понятно, что это то же самое, я могу включить вот это еще раз. Поэтому трудно сказать. Вот это то, что я к этому пришел достаточно поздно. Хотя, честно говоря, меня с детства прямо вот меня завораживали вот эти вот приоритические рисунки. И я не понимал, зачем нужно что-то еще, кроме этого. Потому что в том, что хочу сказать, я там, как художник, хотел, или что, например, рисунки, которые рисуют часто поэты, потому что у поэтов очень быстрое мышление. Они не писатели, они создают быстро меняющиеся образы, и рисунки поэтов очень похожи. Вот рисунки Пушкина это не уникальный случай. Многие поэты рисуют, рисуют приблизительно так. Ну вот собственно моя такая странная странно построенная презентация про палеолит. Я не занимаюсь чистым искусствоведением. Вот. И это не моя специальность. Мне это как бы я этого не знаю. Я только смотрю на картинки и сопоставляю их. вот. Я надеюсь, что вам это интересно. По крайней мере я думаю, что такого рода рассуждения не очень часто встречаются, и я сам их не часто видел. Мне нравится сопоставлять одновременно существующие вещи. Вот собственно я закончил. Александр Иванович, спасибо огромное. Я получил большое удовольствие. Особенно вот когда появились первые пятна, на самом деле всплыли эти ассоциации с пятнами Роршаха. Ну в плане мудрственной, небольшого такого, то есть в плане не то, что полемики, а в плане разговора. И если пятна Роршаха и их восприятие тем или иным человеком является его отображением внутреннего мира, бессознательного в какой-то степени, то есть то, что он видел на этой картинке. Не является ли тогда восприведение в стиле пятен Роршаха тоже отображением того же самого бессознательного, которое есть у каждого художника. Вот меня эта мысль на самом деле давно волновала. То есть если художник рисует что-то сознанием, оно в хедевр не превращается. Ну это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, того вот глубинного понимания каких-то вещей и передается с помощью своего глубинных там пластов содержащих бессознательно, тогда получается шедевр. Я не видел, к сожалению, до этого этот вот рисунок Пикассо там Матадора, когда они, значит, там нападают на быка, там все прочее. Ну это же гениально на самом деле. Я вот сейчас увидел. И там же ничего там ничего дополнять не надо. То вот, ну, грубо говоря, сказано и сказано, сделано и сделано. Спасибо огромное. Я получил большое удовольствие. Я, видимо, эту презентацию вашу, если вы позволите, конечно, со ссылкой на вас, безусловно, я ее как-то потом буду там в курсе психологии своей обязательно как-то преподавать, потому что это ну просто... Спасибо. Владимир Витальевич, у вас что-то есть, да, добавить, спросить? Да, что тут добавить? Про пятна роршаха, как эти психиатры бла-бла-бла за деньги и мозги пудрят этими. Да, ничего они не отражают никакие пятни, никакого бессознательного, никакого... Могут быть разные мнения по этому поводу. Конечно, да. Я могу поделиться своим собственным опытом, потому что поскольку я как бы когда-то был художником и рисовал, у меня было абсолютно точное ощущение, причем это не только я, я потом прочитал, что, например, Надя Рушева приблизительно вот такими же словами говорила, что она проецирует рисунок глазами на бумагу, видит его там и просто обводит. Я пользовался чуть-чуть другим способом, я смотрел, ну, вот я тоже, я смотрел на бумагу, она никогда не бывает ровной. Я никогда не пользовался такой белой-белой бумагой, на которой вообще ничего нет. А вот такая бумага, которая чуть-чуть вот там калька какая-то, чего-то, или вот когда ты смотришь на какую-нибудь стену, на какую-то поверхность, ты начинаешь вот на стол. У меня даже был случай, когда я сидел за столом со своим другом в Германии, Арне Рауэ, такой скульптор есть, мы с ним свое время, много времени проводили меньше, я на кухне у него сидел и смотрел на его стол, а стол был такой поживший, он был весь из царапанных, пятнах, в каких-то надписях, в рисунках, там была текстура древесины, он такой старый стол. И я смотрел на этот стол, как вот эти самые пятна, и я вдруг там видел картинку, вот прямо она, вот я прямо ее видел, я брал бумажку и ее рисовал. Вот мы там сидели за столом, и я нарисовал, наверное, штук 100 картинок, ну таких на вот обычном А4. Просто я смотрел на стол и там это видел. Это человеческий глаз устроен очень удивительно, мы же можем себе представить, мы же видим во сне абсолютно детализированные картины. Я вижу в сны, в которых такое количество деталей, я просто не знаю, как это может быть. Там все как вот по-настоящему, там до мельчайших подробностей. То есть, и когда вот ты рисуешь то изображение, которого ты не видишь снаружи, ты его рисуешь изнутри, его как-то надо передать. Либо по памяти, да, но как это память, каким образом память передает на бумагу то, что ты видишь внутри. Это перед тобой этой натуры нет. И вот тут вот работает как раз этот момент, что человек проецирует изнутри изображение на бумагу, есть опыт, он его видит. Я думаю, что это с подсознательным связано не очень-то. Я не знаю, что это подсознательное. Я не люблю это определение, потому что я не понимаю, что это такое. Вот, есть бессознательное, автоматические условные рефлексы, есть то, что человек думает, но есть еще одна вещь, которая важна, это возникновение неких образов, сочетаний слов, сочетаний смыслов, а также перевода слов в изображение, потому что слова и изображения, они гуляют. Или перевода звука в изображение. звука, безусловно, а слово же это в первую очередь звук, а звук это вибрация, а вибрация это из света. Александр Иванович, Владимир Иванович, если ты мне дашь на секунду буквально этот самый, как его разрешение на презентацию, я один рисунок хочу показать, это вот буквально к тому, о чем вы говорили сейчас, да, у меня есть очень, ну, близкий мне человек, знакомый, он не художник, но он иногда воспроизводит нечто. И я, честно говоря, всегда, когда он это воспроизводит, я пребываю в таком состоянии ступора определенного, потому что, во-первых, мне это нравится, а во-вторых, это вот именно то, о чем мы сегодня говорили, да мне, нет разрешения. Да, 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 да. Сейчас, секунду, буквально, вот он, рисунок, вот такой вот рисунок. И этот рисуночек называется верблюжонок. То есть, этот человек вот сидел, сидел, причем этого не пользуются компьютерными, значит, никакими этими самыми, как его методами, да, это дочь этой женщины поставила компьютерную, а вот тоже нарисовала. А если у нее этого нет, то она на любых обрывках бумаги, там, значит, на какой-то бумажке там в клеточку, в блокнотиках, на оборотной стороне там какие-то упаковки от конфет и все прочее находит на человека. И вот вот эти вот пятна, о которых вы сегодня говорили, вроде бы такие какие-то пятна делают, причем самое, что интересно, ни разу не отрывает руку от этого самого, от от листа. То есть вроде бы каракуля-каракуля-каракуля, а потом бац, и там образ. Но это потом, я еще, может быть, покажу другие какие-то рисунки этого человека, если это будет интересно, да. Ну вот это как раз вот по теме разговора. То есть она мне очень близка, на самом деле, эта тема. Это загадки нашей такой вот глубины, что ли, психи, то есть то, чего мы в обществе не знаем. У Владимира Леонидовича хоть скептическое относится, но у него есть по этому поводу хороший анекдот, как человек с определенными наклонностями пришел к доктору, и когда доктор ему показывал, ну расскажи это, не говори, это хороший анекдот по этому поводу есть. То есть он как раз передает в какой-то степени вот то, ну в принципе суть передает. Да, да, прям по теме. Ну прям по теме, вот это вот. Мужик по теме, я расскажу о анекдоте. Я скажу больше, Александр Иванович, то, что вы сегодня затронули, это ну просто потрясающе интересно, потому что на самом деле очень часто мы не можем найти объяснение тем или иным поступкам людей или их действиям, но только потому, что они иногда действуют, и чем больше вот степени это гениальность, ну Ламброза еще на это обращал внимание, да, что он давно обратил внимание, что люди с ненормальным, скажем так, да, с там строением психики, все-таки он был уголовным психиатром, то есть с ненормальным строением психики, эти люди, они как раз таки воспроизводят нечто совершенно такое потрясающее, или там Ганнушкина вспомним из речения, что там это делают нарциссы, это делают, значит, там эти самые, это делают... И если разобраться в нашей истории, то, в принципе, нормальный человек ничего в этой жизни не делает. Нет, мне очень понравился наш разговор, спасибо большое. Анекдотно, я расскажу. Я получил удовольствие. Психиатр, мужик, значит, на приеме, и психиатр ему показывает белый лист бумаги, на нем квадрат. Это что вы здесь видите? А мужик говорит, я это вижу, что это в квартире выключили свет и занимаются сексом. Раз он показывает черный треугольник, а здесь что вы видите? А здесь я вижу, что залезли на чердак, выключили свет и занимаются сексом. А здесь что вы видите? Показывает ему черный круг на белом фоне. Доктор, а здесь на всем земном шаре выключили свет, занимаются сексом. Ну, там все распрощались, все там этот ушел на псих, потом возвращается в дверь так заглядывает доктор, ну, у вас и картиночки. Артем Иванович, вот тебе это искусство неолита, оно тебя возбуждает и оно тебе нравится. Видно, ты в одной из прошлых жизней жил в то время. Не возбуждает. Я бы не сказал, что это возбуждает, но мне это очень интересно. Я поэтому люблю Далии. Я люблю вот некоторые такие вещи, которые, ну, вот они... Я не люблю, честно говоря, это Сафронова, да, там Никса, потому что, мне кажется, там надумано как раз-таки то, что он рисует. А вот когда я чувствую, что это не надумано, это вот отображение, это вот внутреннего, да, там, так повела его туда-сюда, если проще, что вот это вот мне нравится. Ну, ладно. Спасибо большое за этот разговор. Напились, как чистая вода из родника. Будем продолжать. Когда у нас следующий эфир, Александр? Мы определим, сейчас распрощаемся и выясним. До свидания. Спасибо. Здоровья крепкое, берегите себя. Супруги, низкий поклон, всех близких, чтобы всем было здоровья, удачи, все проще. Спасибо вам, спасибо служебным школам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.